Всем привет! С вами Евгения Саженцева, психолог-практик. Прошу прощения за качество, у нас уже почти ночь. У меня ещё одна консультация впереди, поэтому я вся в работе, в ресурсе. Я сегодня с вами хочу поговорить на очень важную тему. Чем выгодна позиция жертвы и как понять, что она тебе мешает по жизни? В ней есть определённые бонусы. Давайте не будем лукавить. Если ты по жизни выставляешь себя как бедняжка, который требует определённых льгот за свою несчастность, то тогда тем самым мы сами тоже искушаем тиранов. Искушаем как? Чтобы взять над нами власть. Это может происходить по-разному. Кто-то будет вам помогать под благими намерениями, как говорится, выстроена дорога в ад. Кто-то будет давать нам какие-то льготы где-то. И вот пока мы позиционируем себя в качестве бедняжки, в качестве жертвы, у нас в жизни не будет карьерного роста, не будет той планки, к которой мы так стремимся. Потому что все люди видят в нас именно несчастного человека, который как будто бы недостоин лучшего в жизни. Я работаю с разными клиентами. И в основном люди, которые уважают себя и уважают чужой труд, они платят, к примеру, по той стоимости, которая есть у меня обозначена. И чаще всего именно такие люди и сами выходят на уровень хороших заработков. Уважающий чужой труд, чужое время, он уважает и свой, и чужой труд. Есть такие люди, которые изначально как бы вот приходят и говорят, мне нужна определенная скидка, у меня вот, например, работа плохая, да. Причем, ну, есть у меня такие клиенты, которые, я бы не сказала, что они самые несчастные. Например, да, нет таких трудностей, как, например, грудной ребенок, там, развод с мужем. Нет, это независимо вообще от положения. Где я выступаю, например, в качестве коуча даже, не столько специалиста по абьюзу, да. И они не понимают одну простую вещь. Вот пока они себя презентуют как человека, который хочет определенных скидок, который хочет определенных льгот за свое несчастное положение, они не выйдут на уровень достойного заработка, пока у них такое представление о себе, что я бедняжка, что мне нужны какие-то дополнительные бонусы за мою позицию жертвы. Даже когда вы приходите на собеседование, да, вы как должны себя презентовать? Как умную, самодостаточную, независимую женщину, успешную, да? И люди это считывают. Если вы приходите на собеседование, вот, как бы, с позиции жертвы, ну, возьмите меня, пожалуйста, вот у меня сейчас так сложно в жизни, я без работы, я не могу найти работу. Понимаете, да? Вот когда мы с такой позиции приходим, например, на собеседование, то нас не возьмут. Мы никогда не найдем работу своей мечты. Мы не выйдем на уровень. Почему я так часто на дзене пишу аффирмации? Больше, чем о нарциссах. Ну, или, по крайней мере, стараюсь раз в день обязательно сделать четыре аффирмации. Для чего? Аффирмация — это не загадывание в будущее, да? Это здесь и сейчас. Например, не то, что я в будущем буду успешной. Я сейчас успешна. Вот когда вы начнете говорить в настоящем времени о том, какой вы хотите быть, и люди начнут это считывать и понимать, что вы действительно такой и есть человек. Перестаньте самоуничижать себя. Позиционируйте себя как достойного человека на равных со всеми. Тогда вы придете к успеху. Не ищите каких-то дополнительных бонусов, скидок и какой-то халявы в жизни. Потому что пока вы ищите вот этих бонусов жертвы, вы и сами остаетесь в позиции жертвы и не выходите на уровень автора своей жизни. Не ищите бонусов в этой позиции жертвы. Оно вас, наоборот, только отталкивает от пути к развитию. Когда вы поймете, что вы человек, который все имеет в этой жизни, руки, ноги, голову и может сам хорошо зарабатывать, у вас все поменяется в жизни. Поэтому не будем лукавить и продолжать оставаться жертвой. Уже пора перестать себя ассоциировать с этим словом. Вы уже не жертва. Вы уже самодостаточная личность. Я не хочу здесь никого виноватить. Наоборот, хочу вас поддержать и сказать, что вы никакая не жертва. Берем себя в руки и движемся к успеху. А не к тому, чтобы вечно жалеть себя и искать жалости у других. Жалость к себе. Это не помогает никому. Это не способность простить себя. Что такое жалость к себе? Она вас останавливает двигаться дальше. Она вас тормозит. Не надо себя жалеть. Надо двигаться вперед. Надо понимать, что ты здесь и сейчас можешь сделать все для того, чтобы стать счастливой. Спасибо за внимание.